Внимание сотрудников ГИБДД привлекли пассажирские автобусы. На выездах из областного центра была организована массовая проверка общественного транспорта, который следует по пригородным и междугородним маршрутам. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием автобусом в этом году неумолимо растет и жесткие времена требуют жестких мер. В городе Иваново произошло 89 ДТП с участием автобусов, в которых 2 человека погибли и 139 человек получили травмы тела. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП выросло на 19%, количество погибших в них людей на 100% и количество пострадавших на 20%. Причем из этого количества ДТП 65 произошли по вине водителей автобусов. Сотрудники ГИБДД отмечают, водители автобусов не соблюдают дистанцию и скоростной режим. Увеличилось количество наездов в настоящие транспортные средства. В 37 случаях пассажиры падали в транспорте по вине водителя из-за резкого торможения транспортного средства. Прежде всего водители должны помнить, что они ответственны за жизнь других людей, за жизнь тех людей, которых они перевозят. То есть неукоснительно нужно соблюдать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию, ну и естественно соблюдать скоростной режим, для того, чтобы в непредвиденной ситуации не пришлось резко тормозить и травмировать своих пассажиров. В ходе массовой проверки на водителей автобусов составлено 18 административных материалов за нарушение требований правил дорожного движения. 60% из них касались различных технических неисправностей. Основные нарушения, выявляемые здесь на автодороге М7 180 км, это нарушение правил эксплуатации транспортных средств, в основном внешнее световое оборудование, есть машины с неработающими аварийными запасными выходами. В этих случаях составляется административный материал на водителя, и также в соответствии с указаниями департамента безопасности дорожного движения будет проведена дальнейшая проверка с привлечением к ответственности должностных лиц, ответственных за выпуск и эксплуатацию транспортных средств техническими неисправностями. Во время проверки особое внимание инспекторы обращали на использование ремней безопасности не только водителями, но и пассажирами. Если в автобусе они есть, то воспользоваться ими необходимо. Пассажиры в первую очередь должны думать о собственной безопасности, а не о штрафах, которые придется заплатить.